Друзья, коллеги, всех приветствую! Сегодня достаточно часто, много и убедительно говорят о том, что мир меняется, что нужно постоянно учиться, переучиваться, приобретать новые знания, навыки, чтобы быть конкурентоспособным, менять перспективы, ну и так далее. А я, как уже действующий сотрудник образовательной организации, могу это подтвердить и сказать, что здесь есть сейчас две крайности. Значит, первая крайность, это когда люди хотят повышения зарплаты, повышения разряда, повышения должности, не прилагая никаких усилий, либо вообще по минимуму просто за выслугу лет. Вот что они какой-то навык приобрели в определенный период времени своей жизни трудовой, этот навык они не развивали, просто его как-то освоили. И хотя, что они 5-6-7 лет проработали, им должен автоматически повышаться разряд. Другая крайность, это когда наоборот молодой специалист, несмотря на вот этот весь интернет, обилие материалов, он не знает, где взять информацию. Причем не информацию ту, которая пишется в учебниках, их академическим языком, а ту, которая ему пригодится в жизни, с которой он будет работать уже непосредственно на объекте. У нас электромонтажная организация, я сам уже буквально по частям, по крупицам отыскал в интернете материалы, которые можно использовать в образовательном нашем процессе и применяю, да, ну из открытых источников. И, друзья мои, вот информация сейчас для киповцев, для электромонтажников, да, даже для проектировщиков сейчас я скажу. И, друзья, хочу сказать, что на канале Fluidline, YouTube-канал, появился вебинар по ротометрам, это приборы, которые измеряют текущий расход жидкости либо газа. Тема узкая, для кого она, да, для тех, кто имеет отношение к контрольно-измерительным приборам, вообще для технологов, для операторов, даже для электромонтажников, даже для проектировщиков, друзья, потому что там ведущий вебинара, Алексей Калашников, обращает внимание на такие мелочи, которые, возможно, вам помогут избежать больших трат, больших ошибок в будущем, да, даже при закупках какого-то оборудования для вашего предприятия, ну, соответственно, при монтаже тоже. Потому что там тоже рассказывается о таких мелочах, на которые неопытный взгляд, да, человек просто не обратит внимания. Здесь на своем канале я привожу записи этого вебинара, пожалуйста, смотрите остальные все вебинары по клапанам, по манометрам, по импульсам, по запорной арматуре, все, что с этим связано. Смотрите у них на канале, там много интересного, все бесплатно, друзья. И, надеюсь, вы сможете грамотно воспользоваться вот этой информацией, которую там подают. Всем привет! С вами Алексей, канал Флюдлайн. Я надеюсь, что вы к нам уже подключились. Ну и, чтобы отвлечься, как всегда, от всех событий происходящих, Давайте с вами поговорим об индикаторах расхода, о поплавковых расходомерах, о стрелочных расходомерах. Вот, значит, расход. Расход, что такое расход вообще? Ну, все понимают, но давайте еще раз просто по основным базисам пробежимся. Расход – это движение среды. То есть газ или жидкость, она по трубопроводу, по нашей системе, может двигаться с разной скоростью. И чем выше скорость, тем выше расход. Расход – это некая эквивалентная мера учета нашего продукта. То есть мы можем понимать, сколько мы потратили среды для того, чтобы подать ее там куда-то. То есть здесь может быть и коммерческий учет, и технологический учет. Вот, сам расход может быть мгновенный или суммарный. Соответственно, мгновенный расход – это именно скорость среды, то есть количество вещества в единицу времени. А суммарный расход – это какое количество вещества всего прошло за какой-то период времени. За длительный период времени мы его просуммируем, получится суммарный расход. Также расход можно разделить на объемный и массовый. О, мне пишут, что все хорошо слышно. Ребята, это классно, потому что я вижу, что вы мне пишете, значит, я вижу чат. Замечательно. Значит, расход бывает объемный, бывает массовый. При одинаковой плотности, разумеется, объемный переводится в массовый без проблем и наоборот. То есть мы можем мерить количество по объему вещества прошедшего через трубопровод мимо нас за единицу времени, мимо какой-то точки. Можем массу этого вещества померить. Особенно это актуально для жидкостей, в том числе для очень вязких. Как правило, меряют массовый расход. Ну, теперь по типам приборов. А, не по типам приборов. Сначала еще немножко про расход хотел. Значит, традиционно обозначается буковка Q. Поэтому, если будете лазить по всяким расчетчикам, традиционно букву Q, ну, контите. Если говорить по-английски, то есть количество, это обозначается расход. Значит, если берем идеальную трубу, я вот внизу картинка с идеальной трубой, то кусок трубы длиной L, это некий, ну, содержит в себе некий объем среды нашей, газа или жидкости. Так вот, этот объем полностью будет вытеснен из этой трубы за какое-то время. Ну, то есть, какое-то время понадобится, чтобы он прошел мимо, вот этот вот кусок, вот этот объем. Ну, соответственно, чем быстрее он отсюда будет вытеснен следующим куском газа или жидкости, тем быстрее скорость. Ну, и получаем, что расход у нас, это скорость этой самой среды делить на единицу времени. Если выразить иначе, то длина на площадь сечения трубопровода, ну, как правило, это круглое сечение, вот, в единицу времени. Вот такие дела. Значит, какие приборы могут это мерить? Есть ротаметры поплавковые, в первую очередь, самые простые из приборов, которые способны этот расход померить. Принцип действия такой, что у нас есть трубочка внутри прибора. Трубочка это обязательно переменного сечения, то есть, снизу она более узкая, чем сверху. Что вам это дает? Поплавок, который находится внутри, в разных положениях внутри трубочки, будет иметь разный зазор между стенкой и собственным телом. Поэтому, чем больше зазор, тем больше среды он может пропустить. Значит, опускается вниз этот поплавок под действием гравитации. То есть, такой ротаметр должен быть расположен вертикально вверх, строго вверх, чтобы сила гравитации действовала правильно, чтобы минимизировать трение стенки и так далее. Вот. Значит, по умолчанию поплавок лежит на дне, потому что сила гравитации его придавливает. Но как только начинается движение среды, среда пытается этот поплавок обтекать по краям. И понятное дело, что при маленькой скорости она может его обтечь и внизу, по краям обойти поплавок. Вот. Но как только скорость потока возрастает, вещество не успевает проходить в зазор между поплавком и стенками. Соответственно, возникает некая подъемная сила, основанная на разности давления. То есть, снизу вещество скапливается больше, чем сверху, ну при большем давлении, чем сверху. И возникает подъемная сила. Подъемная сила начинает поплавок поднимать. Вот. Но в какой-то момент зазор, зазор же увеличивается постоянно, потому что трубка-то кверху шире. Ну, как только она увеличилась, и поток начинает обходить поплавок с боков, сила уравновешивается. Сила гравитации, подъемная сила уравновешивается. Все. Больше ничего тут такого особого нет. Значит, что вытекает из этого принципа работы? Первое. То, что ротаметры не боятся превышения расхода, не боятся зашкаливания, не боятся меньшего расхода, чем тот, на который они рассчитаны. Просто поплавок будет находиться в граничных положениях. Это следует из конструкции. Но при этом нужно понимать, что будет возникать некое ограничение в канале. То есть поплавок, даже достигнув самого верха, ну, если у нас расход слишком высокий, будет, остаточный зазор будет недостаточно большим, чтобы нормально через ротаметр проходил газ. То есть у нас будет искусственное заужение в системе в итоге, если мы будем пробовать использовать ротаметр на гораздо большие расходы, чем он рассчитан. Здесь нужно понимать. Значит, из чего состоит сам прибор? Трубочка. Трубочка, она может быть выполнена, вырезана прямо в корпусе зацел, может быть вставлена отдельно, в зависимости от того, какое у нас исполнение, коррозионостойкая или обычная. И обязательно должны быть входы и выходы. Как правило, вход снизу, выход сверху. Но при этом панельное исполнение подразумевает, что эти входы, они как бы развернуты назад за панель. То есть такие приборы, они хорошо встраиваются в панель. И как правило, там еще есть дополнительные отверстия на задней части, на задней стенке, для того, чтобы закрепить этот прибор на панели. И еще часто ротаметр имеет встроенный дроссель. Фактически это игольчатый вентиль. Смотрите наш вебинар по игольчатым вентилям или там видео, поймете, что это такое. Там есть заужение, принудительное заужение при помощи вот такого рычага. То есть можем этим прибором не только визуально контролировать текущий расход, но и его регулировать. Есть шкала, есть поплавок, который на фоне этой шкалы должно быть видно. Вот такое вот у нас устройство прибора. Значит, касательно расхода. Во всех каталогах на поплавковый расходомер, в конце каталога у нас вот такая вот формула. Формула для пересчета. Значит, ну вообще с какими сложностями можно столкнуться при измерении расхода? Во-первых, особенно газа. Газ он сжимаем, поэтому при разных давлениях у нас в одной единице объема будет содержаться разное количество газа. При атмосферном давлении это одно количество газа, при, допустим, тех же трех атмосферах, ну фактически в три раза больше, ну во сколько-то раз больше газа. А каждый газ он сжимаем по-разному, там есть определенные формулы, определенные коэффициенты для каждого газа выведены. Но, тем не менее, это нужно учитывать, потому что меняется плотность вещества, меняется его масса. И если мы будем мерить тот же, допустим, массовый расход, то он очень сильно будет плавать в зависимости от давления и температуры среды. Поэтому для газов принято параметр расхода нормировать по давлению и температуре. То есть, пишем нормальные литры в минуту или нормальные кубометры в час. Вот эта буковка N, это не Ньютон, это нормальные значит. Что это вся вкладывает? Что количество газа, количество молекул, прошедших в единицу времени, они расширены до одной атмосферы. То есть, берем их не как при текущем давлении, а при одной атмосфере. Расширяем, соответственно. И берем и остужаем это все дело до комнатной температуры. Или наоборот нагреваем. И вот при таких условиях, тоже количество молекул будет занимать другой объем. И вот этот вот объем мы указываем нормальные литры в минуту. Вот такие вот дела. Есть формула для пересчета реального расхода по отношению к расходу, увиденному на нашем приборе. Все дело в том, что все приборы тарированы именно по нормальному расходу. Ну, потому что иначе нет смысла, нет смысла пытаться градуировать на разное давление. Градуировка будет разная, давление будет прыгать и все равно эти показания все придется пересчитать. Поэтому договорились, что будем по нормальным литрам в минуту все тарировать. Значит, Q1 это расход, который мы реально увидели на приборе. Q2 это расход, который реальный, который нам нужно посчитать. Так, у нас есть вопрос из зала. Вопрос звучит так. Можете, пожалуйста, объяснить, в чем разница скорости потока от скорости расхода? Ну, скорость расхода это некорректная фраза. Если я такое произнес, дико извиняюсь, потому что нервничаю. Скорость потока. Это правильный термин. Поток, поток среды, у него может быть какая-то скорость. Грубо говоря, средняя скорость всех молекул в данном объеме, которые куда-то направлены. А поток это и есть, это самая скорость. Поэтому скорость, ну, скорость расхода это что-то странное, какая-то тавтология. В общем, либо скорость потока, либо расход. Вот так говорим. Значит, что включает в себя данная формула? Данная формула учитывает плотности, потому что плотность может меняться. Можем пересчитывать под другой газ с другой плотностью. Может меняться давление, может меняться температура. Температура, прошу обратить внимание, что здесь в кельвинах указано, и в пограничных значениях лучше этой формулой не пользоваться. Формула, как показывает практика, не работает для таких газов, как гелий. Для простых может не работать в крайних каких-то значениях. Но в пределах обычных нормальных значений для пересчета она более-менее годится. Понятно, что она очень сильно упрощенная. Значит, если... Ну, давайте пример сейчас. Сейчас, секундочку. Где у нас пример? Пример у нас почему-то пропал. Ну, ладно, неважно. Значит, предположим, мы на расходомере увидели 60 литров в минуту расход. На нашем расходомере, прямо посмотрели, и там шарик напротив 60 литров в минуту остановился. А у нас воздух, но при этом при 3 атмосферах и 50 градусах Цельсия. Вот что нам делать? Значит, пользуемся формулой пересчета. Подставляем в Q1 60 литров в минуту, которую мы увидели. Плотность воздуха у нас не поменялась. Ну, в смысле, у нас остался воздух. Это мы не трогаем. Давление поменялось. Значит, давление считаем не абсолютное. Точнее, наоборот, давление считаем абсолютное. Одна атмосфера плюс 3 атмосферы, которые в реальности внутри системы. А снизу у нас будет просто одна атмосфера. То же самое с температурой. Сверху где-то примерно 330 градусов по Кельвину. Снизу 290 с чем-то градусов по Кельвину. Примерно, да. И если все это перемножить, извлечь корень, перемножить на 60, получится где-то порядка 110 нормальных литров в минуту. То есть у нас при росте давления расход реальный увеличится. Он будет гораздо больше, чем расход, который нам покажет поплавок нашего прибора. Вот такой вот пример. Ну, можете пример, на самом деле, посмотреть в любом каталоге на поплавковый ротам. Там в конце он описан. Так, теперь давайте по сериям. Что мы можем предложить вам купить у нас. Значит, самые простые расходомеры. Серия FM1, FM2. Это самые-самые простые, самые дешевые. Порядка 30 долларов стоит одна штука. Ну, это где-то 2,5-3, может быть, 4 тысячи рублей. Честно говоря, доллар меняется. Я не знаю, в какой момент кто сейчас этот вебинар смотрит. Ну, то есть сейчас это порядка 3 тысяч рублей. Через неделю, может быть, иначе. В общем, 30 долларов стоит такой приборчик. Относительно дешево. Он подсоединяется к нашим обычным регуляторам давления, самым дешевым. Афлоу, серия РП1, РПБ1, может быть, еще к РПА3 подключаться. Но он рассчитан на невысокие давления. То есть у него написано 10 бар. 10 бар это то, что держит его корпус. Корпус акриловый. Ну, то есть это поликарбонат. Он не на очень высокие давления рассчитан. Там витоновые колечки под ним. Уплотняется с витоновыми колечками. Значит, сама трубочка вот. Градуровка прямо на внутренней трубочке. Поплавок там же. Значит, популярный вопрос, как смотреть показания. Ну, шарик, если внутри шарик, все понятно. Смотрим по экватору шарика. А если внутри гвоздик, то смотрим по шляпке гвоздика. Не по нижней части, а по шляпке гвоздика. Смотрим показания. То есть напротив чего шляпка, такое показание. Вот здесь на фотографии прибор явно зашкаливает. В него подали как будто бы больше, чем надо. Давление, на самом деле, скорее всего, когда фотографировали, его просто на бок положили. Вот. Газ проходит сквозь трубочку. Выходит во внутреннюю полость ротаметра. И по внутренней полости уже попадает на выход. Значит, вход у нас сбоку. Выход у нас снизу. Вопреки вот этой стрелочке. Выход снизу. Шланг. Сюда может подключиться шланг. Здесь ферроконический ниппель. Также в состав прибора входит регулирующий вентиль. Обязательно, то есть это не опция. Вентиль регулирующий входит всегда. На агрессивные газы это использовать нельзя, потому что здесь латунь, витон, поликарбонат и так далее. И так далее. То есть используем на обычные газы, не агрессивные. Если кому интересно, резьба под гайкой же 1,4. Но вот этот ниппель со входа можно выкрутить. И там будет резьба НПТ-1,8 внутренняя. И к ней можно адаптироваться при помощи каких-то наших переходников, штуцеров и прочих изделий Hi-Log. Вот, например, в связке FM-2. Ну, FM-1 это одиночный ротаметр. FM-2 это двойной. Двойной зачем нужен? Двойной это один источник, один вход и два потребителя. То есть фактически промежуточный ротаметр выполняет еще функцию тройника. То есть там внутри сквозной проход и выход на второй ротаметр. Так их можно гребенку из нескольких штук на самом деле создать. Главное, чтобы хватило вот этого начального отверстия для того, чтобы пропустить нужный расход. Ну, просто это популярная задача, когда от одного регулятора давления питаются два потребителя, и мы можем на каждом потребителе настроить отдельно свой расход среды. Значит, у нас вопрос из зала. Подскажите, пожалуйста, не ограничила ли Корея поставки, я так понимаю, в Россию из Кореи? Ну, смотрите, это вопрос дня. Даже нет, это был вопрос вчерашнего дня, потому что была, проскочила в СМИ новость, что Корея тоже вводит санкции. На самом деле, во-первых, официально санкции мы еще пока не особо слышали. Корея, ну, они там тоже поддержали отключение от SWIFT, ну, это поддержали. Но наш самолет вот в понедельник вылетел, успешно приземлился в Шереметьево с корейским грузом и с Хайлоком. То есть у нас пока все нормально, наши корейцы с нами переписку ведут активно, но о политике не говорят. Значит, пока все нормально. Они говорят, что от правительства никаких этих задач не поступало. Там есть ограничения поставок для, ну, из специальных сплавов для ядерной промышленности. Но это ограничение, оно было всегда. То есть когда мы из каких-то специальных сплавов поставляли, нам приходилось сочинять сказку, что это не для ядерной промышленности, а для чего-то, для чего-то другого, для каких-то особых средств. Ну, эта схема работает так дальше. Но если вы покупаете нержавейку С-316, то никакой ядерной промышленности, тут речи не идет. Все нормально. Поставляем. Вот. У нас готовы ходы на все случаи, на все сценарии развития конфликта, потому что если Корея нам все обрубит, даже если у нас вдруг закроются границы, вообще скорее не будет самолетов, не будет ничего, у нас есть каналы поставок через Азию, через страны, которые точно, ну, во всяком случае, предполагается, что точно пока в конфликте не участвуют, и все нормально. То есть, у нас канал поставок есть. Вот. Проблема в цене, да, проблема в том, что дорожает доллар. Нам, корейцам, приходится платить в долларах. И если будет где-то меняться канал поставки, то, к сожалению, вырастут транспортные расходы. Это минус. Да. Нам придется всем в этом плане потерпеть. Вот. Мы, конечно, постараемся максимально нивелировать ваши потери на том, что импортное оборудование подорожало, но нам тоже нужно не разориться, потому что мы настроены на долгосрочную работу. Мы не унываем. Вот. Но в нашу политику не входит распродать склад и спрятаться куда-нибудь подальше от войны. Нет. Мы работаем. Все в порядке. Надеюсь, что я ответил на вопрос. Так, продолжим. Извините за политику. Значит, это серия FM1 одиночная, FM2 двойной. Для чего берут? Берут часто для подачи из одного баллона газа куда-то, вот, например, на кислород. Например, когда был бум пандемии, у нас только начало, у нас очень много больниц закупало серию FM1, FM2 для подачи кислорода пациентам именно уже внутри помещения. Подключается к источнику, к регулятору давления, а дальше уже на аспиратор Бобровского выход под шланг, с помощью шланга был. Стандартное потребление человеком кислорода при атмосферном давлении, это примерно, не знаю, там, где у нас есть ротометр на 14 литров в минуту, есть модель на 25 литров в минуту. Вот сначала разобрали те, которые на 14, потому что это оптимальный расход, потом разобрали те, которые на 25 литров в минуту тоже, то есть вот такой порядок размеров расхода, он для дыхания человека, где-то 14-25 литров в минуту. При желании можно разобрать двойные и сделать из них одинарные, при желании можно наоборот, из одинарных сделать двойные. Так, дальше. Если нужно какое-то оборудование, которое будет встраиваться в панель, потому что FM1 и FM2 не встраиваются, то вот есть такие простые серии FBC и MBC. Отличаются они только исполнением корпуса. Один из них вырезан зацело в поликарбонатном бруске, то есть это параллелепептический кусок поликарбоната, в котором фрезой вытащена куча каналов, в том числе основная трубочка переменного сечения. Она просто тоже из себя представляет вырез в этом корпусе, то есть корпус внутри цельный, без полостей лишних. Разумеется, все лишнее заглушено после того, как произведена мехобработка. Сзади у нас выходы специальные вставки металлические, то есть не в поликарбонат мы фитинг вкручиваем, вкручиваем в латунь. И спереди опционально может быть регулирующий вентиль, но это не обязательно. Для серии FBC и MBC регулировочный вентиль – это аукция, которая стоит дополнительных денег. Учтите это. Значит, что еще важного не сказал. FM1 у нас только на газы. МBC и FBC может быть на жидкости. Понятно, что характеристики потока газа и жидкости, они кардинально отличаются. Вот та формула, которую мы вначале обсуждали, она годится в основном для газов, для жидкости. Есть другая методика пересчета. Вообще для жидкости все гораздо сложнее, потому что жидкость имеет большую инерцию. Значит, у FBC и MBC есть версии отдельно под воду, есть версии под воздух. То есть, все ротаметры тарированы не по каким-то газам, а по воздуху или по воде. Поэтому с воздуха нужно будет пересчитывать. Если вы хотите, допустим, на тот же азот использовать, или аргон, или еще что-нибудь, вам придется пересчитывать. Корейцы, скорее всего, откажутся тарировать шкалу на заводе под ваш конкретный газ, сказав, что эти серии у нас только на воздух. Ну, все, что совместимо с поликарбонатом, и бетоном, и латунью, пожалуйста, можно, на самом деле, через них гонять и пользоваться формулой пересчета. Что еще? Максимальное давление 10 бар. Но это не значит, что среда должна поддаваться под давлением 10 бар. Тарировка шкалы по-прежнему при атмосферном давлении. Просто этот прибор, он должен держать скачки давления до 10 атмосфер. Максимальный расход по воде 250 литров в час. Кстати, обратите внимание, что для жидкости у нас не нормируется показатель расхода. Почему? Потому что жидкость несжимаемая. Нет этой проблемы. У нас количество воды при любом давлении, ну, количество жидкости, оно примерно одинаковое. Поэтому просто литры в час. Ненормальный литр в час. Вот по воздуху до 6000 нормальных литров в час. То есть, вы можете сравнить, насколько больше воздуха может, ну, газообразной среды, в принципе, может пройти сквозь такой прибор, чем жидкой среды. Ну, на порядок. Даже на полтора порядка получается. 250 литров воды за час пройдет и 6000 литров воздуха. Нормальных литров воздуха может пройти через этот прибор. Касательно кислорода. Значит, если FM1 у нас была модель прямо на кислород обезжиренной уже, то МБЦ, ФБЦ, они все лежат под воздух, не под кислород. И если вы хотите ставить на кислород, их нужно дополнительно обезжиривать, чтобы не было беды. Но беда заключается в том, что большинство обезжиривателей, которые мы применяем обычно для нашего оборудования, это хладоны, хладагенты, фреоны. Они не очень совместимы с поликарбонатами. И, к сожалению, наружная поверхность таких приборов, опущенных в поликарбонат, может претерпевать химические изменения, покрываться мелкой сеткой трещин, которые делают этот прибор непрозрачным. Весь прибор не треснет. Треснет только его поверхность, но, к сожалению, сделает его неприятным в работе. Сквозь него будет хуже видно. Поэтому обратите внимание, если обезжиривать такие приборы, нужно обезжиривать какими-то другими средствами. Ну вот одни люди у нас брали, они обезжиривали реально в фейре. То есть мы сначала посмеялись, а на самом деле это такие вот поверхностно-активные вещества, типа фейре, типа моющих средств. Это чуть ли не единственное, что могло быть в той ситуации применено. Значит, цена приборов в два раза выше, чем FM1. В районе 50-60 долларов без НДС. Так, есть еще вот такие вот интересные у нас приборы. Очень похожи на МБЦ, но у них есть вот такой проводочек. То есть если вы издалека видите на картинке проводочек, то это серия с замыкателем, с герконовым замыкателем. Зачем такие нужны? То есть кроме просто визуального контроля расхода при помощи поплавка, есть еще такой обвес, внутри герконовый замыкатель, а внутри поплавка есть магнит. И магнит, когда проходит мимо вот этого замыкателя, он замыкает пару контактов. То есть с помощью такого прибора, то есть такой прибор мы можем использовать как кнопку включения или выключения чего-либо. То есть можем световую индикацию сделать. Допустим, у нас превышен расход в системе. Или наоборот, расход упал меньше, ниже 40 литров в минуту, тревога, ну к примеру. И загорается какая-нибудь кнопка. Или какая-нибудь автоматика считывает этот сигнал и принимает какие-то решения. То есть это простое реле на базе достаточно простого прибора. Стоимость уже, ну как бы еще, в два раза выше от 130 до 200 долларов в США без НДС за такой прибор. Тоже дросселирующий вентиль может быть опцией. То есть он не обязательно часть программы, обязательно часть программы только сам замыкатель. Причем замыкатель, прошу обратить внимание, они есть выключающие, есть включающие. Это будет говорить о том, при подъеме поплавка мимо этого замыкателя, что у нас будет происходить, размыкание контактов или наоборот замыкание. Соответственно, когда поплавок ниже, что у нас будет? Он будет замкнутый стоять, этот выключатель, или разомкнутый. Это принципиально две разные позиции. Тут, к сожалению, нужно именно угадать с заказом, заказать правильнее. Лирическое отступление о том, что такое геркон, если вдруг кто пропустил. Это магнитный выключатель, трубочка, стеклянная трубочка, герметичная капсула, запаянная заводским методом. То есть, два проводника в эту трубочку входят герметично, абсолютно никаких уплотнений нет, оно просто запаяно на этапе литья стекла, задуто туда. Внутри вакуум, скорее всего, либо инертный газ, в зависимости от производителя геркона. Там миллион вариантов есть. И фишка в том, что один из контактов у нас оснащен магнитом. Сами контакты, как правило, подзолоченные, чтобы ничего с ними не происходило, никакого износа. При подносе магнита к контакту он начинает двигаться. И он может замкнуться или, наоборот, разомкнуться об ответный контакт. На самом деле, здесь изображен самый простой геркон. В природе, в принципе, в мире герконы последние, там, уже много лет, на самом деле, сильно развились. Там может быть три контакта, четыре контакта, сколько угодно. Может быть, аналог СПДТ контакта, то есть, где у нас есть две неподвижные части и одна подвижная, которая дотрагивается либо до одной, либо до другой стороны. То есть, могут быть такие варианты. У нас, как правило, используется классический геркон. Чем он хорош? Во-первых, он компактен. То есть, эта штуковина может быть, ну, реально, пять миллиметров длиной. То есть, это очень компактное исполнение. Это раз. Во-вторых, контакт абсолютно герметичен, то есть, безопасен. На него нельзя повлиять ни влагой, ничем. Он внутри капсулы. И, что еще немаловажно, то, что он достаточно устойчив к электромагнитным помехам, в общем-то. Но, к сожалению, при этом он не может коммутировать совсем уж большие токи, потому что там, как правило, вот эти контакты маленькие, волоски очень тоненькие. То есть, все будет упираться в сечение проводника. Поэтому мощные насосы с помощью геркона никто не коммутирует. коммутируются какие-то информационные сигналы, которые уже контроллерами должны интерпретироваться. Ну, либо какая-то диодная подсветка. Обычно так. Так, дальше. Серия РМСМ расходомеров. Они не оснащены никаким контактом, но зато они химстойкие. То есть, эти расходомеры можно заказать не только на воздух или воду. Их можно заказать на практически любую агрессивную жидкость или газ. Здесь внутри борт силикатное стекло. Это надежное, хорошее, крепкое стекло. Трубочка стеклянная переменного сечения. В нержавеющей оправе. То есть, она вставляется внутрь. Там прокладка. Прокладка может быть из бетона, может быть и из другого полимера. В зависимости от того, какое у вас вещество. Ну, нержавейка из 316 на концах. Коррозионная стойка. Соответственно, вентиль тоже может быть опционально доступен. Цена такого прибора от 370 до до 500 долларов без НДС. Ну, чисто визуальный контроль. Опять же, тарировать уже этот прибор могут конкретно под ваш газ, не обязательно под воздух. То есть, при заказе вы укажете ваши параметры, вашу среду, и вам градуровку фабрика нанесет согласно вашим требованиям. Ну, в пределах разумного, разумеется. Не все виды газов они могут осилить. Хочу обратить ваше внимание на вот такую вот серию ПФ и ФАЦ. Они у нас есть на сайте, но особенно на серию ПФ. Это как раз более такое промышленное применение. Крупный достаточно прибор. То есть, те на маленькие расходы все были, а эти на достаточно большие, 270 кубов по воздуху в час, кубометр, представьте, да, или 35 тысяч литров в час по воде. То есть, такой прибор может быть диаметром до двух дюймов, с подсоединением тоже дюймовыми, в том числе с ПВХ приварными концами к ПВХ трубе. Это часто нужно для систем водоочистки, то есть, если ваша компания занимается пробоподготовкой, водоподготовкой, вот, прошу посмотреть, обратить внимание на эту серию ротаметров, причем там есть варианты за 70 долларов, за 60 долларов, то есть, то, что 60-800 долларов написано, это не миф. Действительно, есть очень дешевые варианты с дюймовым подсоединением, чуть ли не за 70 долларов вы можете купить прибор. Это очень хорошая цена для такого размера прибора. Поплавки здесь, как правило, по типу гвоздика тоже, ну, тоже они на воздух и на воду разные. Кстати, прошу обратить внимание, что поплавки для жидкостей и для газов они принципиально разные. Вот, если попробовать воздушный расходомер каким-то образом адаптировать под воду, скорее всего, поплавок просто всплывет, всплывет с концами наверх и так и будет, потому что плотность принципиально отличается. Так, поехали дальше. А, вот, кстати, примеры употребления таких ротаметров в системах водоподготовки. Вот здесь достаточно большие диаметры, здесь труба до 50 примерно, двухдюймовка. Вот, и вот эти вот с красным поплавком это ротаметры, которые как раз могут быть куплены у нас при желании. Так, ротаметр с пружиной. Значит, зачем нужна ротаметр с пружиной? Вообще, во всех поплавковых расходомерах у нас действует сила гравитации, которая тянет поплавок обратно вниз, противодействует подъемной силе. Потому что, если мы обычно ротаметр повернем на бок или перевернем, у нас поплавок просто упадет в самое широкое место и так там будет валяться, ничего мы на нем не увидим. Так вот, если нам очень хочется эксплуатировать ротаметр не снизу вверх, а в другом направлении, слева направо или наоборот сверху вниз, то можно купить вот такого с пружинкой. Тогда вместо сил гравитации здесь будет работать сила сжатия пружины. Конечно, это менее точная технология, лучше от этого сдержаться, но если у вас, допустим, расходомер стоит на подвижном каком-то транспортном средстве и возможно перегрузке, то, конечно, лучше применить такой вот пружинный вариант. Но в остальном никаких преимуществ у данной серии особо нет. Есть еще промышленные расходомеры на больший диаметр, в том числе химические, с борсиликатным стеклом большого диаметра вот в такую фланцевой оправе. Но так как большие дырки, тут, соответственно, цены тоже могут совершенно по-разному плавать, поэтому это уже спецзаказы по запросу. Что нужно вам предоставить нам для того, чтобы заказать такой расходомер. Нужно понимание не только о том, какая это среда, нужно понимание, какое там реальное давление рабочее, какая фаза среды. Желательно, чтобы среда была однофазной, во-первых, что это жидкость, газ. Вязкость тоже, несмотря на название среды, фабрика обязательно спросит вязкость кинетическую и может дополнительно какие-то еще параметры попросить. Ну вот температура, давление, среда, плотность, вязкость, это все с вас спросят, чтобы такую штуку заказать. Ну и максимальный расход тоже лучше с небольшим запасом выбирать, но помнить всегда, что в районе нуля у нас расход плохо меряется. Все-таки есть у поплавка какой-то изначальный вес, поэтому если на ротаметре написан ноль, это не значит, что там ноль. Нулевой расход реально померить невозможно практически, потому что какое-то небольшое движение газа будет, которое не будет вообще никак поднимать поплавок. Поэтому меряем в средних значениях, выбираем расход где-то в пределах третьей шкалы, вот лучше так. Теперь есть еще другой класс приборов, это стрелочные ротаметры. Хочу тоже вам по ним обзор сделать. Почему стрелочные? Потому что там вместо поплавка используется стрелка, то есть там тоже есть канал, где движется среда, тоже есть некий магнитный поплавочек, но мы уже его не видим, потому что он заключен внутри нержавеющей трубы. То есть саму среду и сам поплавок мы не видим. Какие преимущества это нам дает? То, что мы можем среду использовать с гораздо большим давлением. 40 бар, 100 бар можно запереть в нержавеющей трубе и передавать магнитные силы с поплавка на стрелку сквозь стенку трубы. Напоминаю, что нержавейка она не магнитится, соответственно магнитные поля она сквозь себя пропускает нормально. Можно с этим работать. То есть внутри трубы магнит, снаружи трубы магнит, который будет реагировать на движение того магнита. Вот, это раз. Во-вторых, запирать внутри нержавеющей трубы какую-то очень агрессивную среду это тоже в общем-то дело полезное, потому что не любому стеклу или поликарбонату можно это доверить. Кроме того, при помощи магнитного поплавка раз уж у нас там магнитный, можно без проблем использовать всякие концевые выключатели, преобразователи и так далее. То есть у нас можно уже кое-как, кое-какую автоматику на такие приборы повесить. Вот. Принцип работы. Ну вот в разрезе. Это очень упрощенный вариант. Причем есть принципиально на самом деле два варианта. Вот здесь вот у нас этот поплавок переменного сечения, а бывает сам канал переменного сечения, как в классическом ротаметре. Ну в данном случае поплавок переменного сечения и чем выше поток, тем сильнее поплавок поднимется, ну потому что просто потому что потоку нужно будет больше пространства, чтобы пройти, он его выдавит вверх. Вот. И магнитные силы поплавка передают магнитное поле на магнит в стрелочном механизме, поэтому такая развернутая шкала, кстати. Вот. Слышал слухи от наших заказчиков, что вообще в принципе подобная технология не очень устойчива к электромагнитным помехам, может ловить наводки с металлоконструкции, то есть есть у вас какая-то металлическая рама из черного металла и расходомерная эта рама висит, то к сожалению если есть мощные насосы, мощное какое-то оборудование, которое дает мощный электромагнитный импульс на раму, к сожалению могут быть наводки и расходомер в этот момент может дергаться не в показания, вне зависимости от того в покое среда или движется, поэтому тут надо быть внимательным. Значит самая такая классическая серия BF и BR две серии стрелочных расходомеров, здесь как раз у нас трубка переменного сечения, поплавок постоянного сечения, поплавок подпружинен, то есть здесь не сила гравитации действует, здесь действует пружина. у нас нержавейка, все это нержавейка 316, внутри есть детали из фторопласта, больше ничего такого нет, то есть нету витона, нету никаких резинок, поэтому температура эксплуатации у нас тоже гораздо шире, чем у обычных поплавковых ротаметров, до 200 градусов по умолчанию и до 400 градусов по Цельсию с дополнительной опцией, может быть доступно, но тогда там уже будет нефторопласт. так что по температурам данные приборы они конечно гораздо круче, чем поплавковые обычные. Газ до 100 кубов может пройти через такую трубочку и опционально можно заказать и с дисплеем, и с сумматором, который будет суммировать мгновенный расход, будет суммировать его как счетчик использоваться, и можно опционально еще унифицированный сигнал 4,20 миллиампер заказать, тогда там кроме стрелочки будет чувствительный элемент, который будет чувствовать насколько у нас отошел в сторону поплавок, пропорциональный сигнал процессор будет выдавать, но из-за этого цена может вырасти реально до 1000 долларов, поэтому цена такого прибора в базе в районе 500 долларов без НДС, а вот со всеми навесами до 1300 долларов может быть с дисплеем и с выходным сигналом 4,20 миллиампер и с концевыми выключателями. Значит, концевые выключатели это реле тоже на основе герконовых замыкателей там будут, они будут чувствовать силу магнита. Есть бюджетный вариант, ну как бюджетный, вариант для воды скорее, здесь воздух или вода может быть с ПВХ-законцовками, это уже для как раз системы водоподготовки, иногда применяется, давление до 40 бар держит, до 100 градусов по цельсию, но так как для воды как бы выше 100 и ниже нуля особо смысла эксплуатировать это нет, то вот по градусам у нас такие ограничения, но тоже опционально можно заказать 4,20 миллиампер или концевые выключатели, то есть можно развязать какую-то автоматику, исходя из данного прибора. МФ-законцовки, 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 простые, простые, на газ и жидкости, тарированы тоже по воздуху или по воде, соответственно, точность заявлена 2%, стоимость прибора 450-700 долларов. Ну, при соединении есть 4 дюйма, есть 1-2, то есть это небольшой прибор, зато может быть со встроенным дросселем. ОИФ-отдельная серия, прошу прощения за плохую картинку, отдельная серия для вязких средств, то есть если у вас нефтепродукт, мазут, там патока, не знаю, еще что, мед, до 200 бар могут держать, вот, и очень вязкие среды, то есть там специальная конструкция поплавка, позволяющая нормально реагировать на вязкие среды. Можно использовать на масло, машинное масло разных марок разной степени вязкости. от 600 до 1000 долларов, тоже в зависимости от внутреннего фарша, потому что там можно тоже всякие сигналы подцепить. Вот, и ДФ, дешевый вариант, поэтому буква Д, ну, шутка, конечно. В общем, это бюджетный вариант, до 200 бар тоже может держать, стоит 240-340 долларов. Вот, здесь вот вариант с клеммной коробкой, это концевой выключатель, и он по принципу электроконтактного манометра, здесь есть вот такая вот микрострелочка, микропереключатель, который можно переставить, то есть скручиваем, скручиваем крышку, и можем переставить значения, при котором будут у нас замыкаться контакты, переставить их можно по этой шкале. Вот, ну, относительно других стрелочных, он действительно достаточно бюджетный, 250 долларов. Так, есть еще отдельная тема, это шестеренчатые расходомеры, ну, бейзволием, может быть, кому-то более знакома, эта тема, как дозировочный насос, а также расходомеры. У нас есть две шестерни, которые, они обе вращаются синхронно, но за счет такой переменной формы, они вытесняют объем поочередно, то с одной стороны полости, то с другой стороны, и вот эти вот вытесняемые объемы, они заведомо известны, они заведомо померены. И от скорости вращения, от количества оборотов, там, в единицу времени, мы знаем, сколько таких оборотов, сколько таких объемов выкинуто через данный расходомер. То есть, достаточно точная штука, вот, которая может использоваться еще как счетчик, как, ну, нормативный прибор учета. У него есть отдельное деление, как в классическом счетчике электроэнергии или воды, отдельные переключаемые такие флажочки с цифрами круговые. До 10 бар эта штука держит. Есть исполнение из нержайки, есть исполнение из углеродистой стали. Вот, от 500 до 1400 долларов стоит такая штука. Вот, есть варианты попроще. Вот эта штука, она очень похожа по принципу действия на классические расходомеры в домах, которые на воду. Вот наши счетчики на воду, они работают точно по такому же принципу. Там есть колесо крыльчатая. Канал здесь, он на самом деле не по центру проходит, хотя выходы с боков сделаны, да, вот скорее вот как на первой фотографии. Канал там касается эту крыльчатку по одной из сторон. То есть, он эти лопасти, как в водяную мельницу, двигает. На одной из лопастей установлен магнит. Ну, на одной или на двух, либо на одной магнит, на другой противовес. В общем, суть такая, что этот магнит вместе с крыльчаткой поворачивается и временами проходит мимо электромагнитного датчика, который расположен в стенке прибора. Вот проходя мимо этого датчика, он создает кратковременный электромагнитный импульс, который можно прочитать. То есть, магнит просто вращается, просто пробегает раз в какую-то единицу времени мимо этого датчика. Значит, можно просто читать каким-то контроллером этот сигнал и дальше пытаться понять, с какой частотой у нас вращается крыльчатка. А объем, который пропущен за один оборот, он заведомо известен заведомо посчитан исходя из этого мы можем делать какие-то выводы о расходе среды вот но можно купить данный прибор уже с головой с процессором который будет сам заниматься чтением этого сигнала и его интерпретации будет выдавать 420 миллиампер пропорционально расходу от самого минимального до максимального вот ну так по умолчанию pnp сигнал если то без процессора если 420 миллиампер то со встроенным процессорами соответственно унифицированным сигналом держит эта штука до 10 бар и 50 градусов по цельсию на самом деле там может быть тоже разные варианты в зависимости от исполнения что хорошо то что на данном приборе мы еще видим эту крыльчатку то есть мы его используем как индикатор расхода мы можем понимать есть сейчас поток среды или нету стоимость около 300 долларов 300 400 долларов без ндс за штуку пластик топком либо нержавейка 316 коррозионостойкая с виттоном со стеклом ну либо соответственно с поликарбонатом зависит от вашей среды отдельная тема более простые приборы это смотровые стекла как ни странно у нас на сайте они расположены именно в индикаторах потока почему потому что с помощью них можно понять есть поток или нет то есть эти штуки они бывают с градуировкой видите вот здесь в кубометрах час даже градуировка нанесена но на самом деле в их юрисдикцию не входит измерение расхода они реально идут как индикаторы вот например вот это здесь два шарика красный и белый не верьте тому что видите второй шарик красный ну можно и другой наверно заказать суть такая что здесь есть переборка которая возмущение потока дает если у нас поток проходит сквозь прибор здесь возникает турбулентность и шарики начинают прыгать ему просто по прыганию шариков понимаем что расход есть потому что если мы просто через стекляшку будем смотреть на прозрачный газ мы не поймем движется он или не движется это в жидкости бывает иногда пузырьки тогда мы по пузырькам понимаем а если пузырьков нет то непонятно есть движение или нет вот за счет шариков будем видеть или вот крыльчатка например оранжевая хорошо видно кстати можно разных цветов заказать вот если крыльчатка вращается значит расход есть если крыльчатка остановилась то расхода нет тоже касается таких проходных на самом деле вот сюда тоже может вставляться крыльчатка который будет вращаться за счет того что канал пропилен не по центру и поэтому лопасти как у водяной мельницы они будут вращаться в одну сторону вот такие вот индикаторы потоков цели штука полезная вот она а зс наверное многие видели подобные индикаторы в районе заправочных пистолетов когда мы видим что у нас льется бензин и таким образом заправляющемуся человеку гораздо приятнее что бензин к нему льется они просто там что-то происходит в закрытую так есть еще опасные реле потока отдельная тема зачем они нужны нужны они в первую очередь скорее для больших газа и нефтепроводов для больших диаметров когда мы не можем сделать смотровое стекло не можем понять мы можем поперек потока вставить вот такую лопасть ну фактически весло вставленное поперек потока она будет потоком отклоняться и соответственно при отклонении там внутри будет происходить замыкание герконового замыкателя прибор будет это как-то интерпретировать и замыкать электроконтакт на выходе то есть мы получим выключатель по умолчанию spdt контакт то есть можем использовать и как нормально включены и также как нормально выключены значит цена 200-300 долларов на самом деле там много вариантов там есть варианты со встроенным тройником и крошечной лопасти внутри тройника есть вот такие варианты они вставляются через резьбовую бабушку расположенную сверху от газа или нефтепровода в верхней части трубы ну вот чтобы лопасть свисала сечение лопасти тоже выбирается специально исходя из параметров вашей среды понятно что чем меньше поток тем крупнее нужно лопать чтобы почувствовать ну точку срабатывания там есть определенный угол на который она должна отклониться чтобы произошло срабатывание поэтому нужно заранее знать при заказе на фабрике при каком потоке вам необходимо срабатывать точка срабатывания нужно вот ну на этом мы завершим нашу лекцию по ротаметрам на самом деле тема измерения расхода интересная и впереди у нас еще будет лекция по всяким термо маусом расходомером турбина вихревым это все мы предлагаем в рамках продукции и флоу производство тайвань производства китай поэтому не переживайте санкции нас пока не затронули слава богу так что будем рады с вами поработать обращайтесь сам был алексей канал флютлайн все вопросы пишите на нашем канале на ю тубе тоже кто не успел сейчас задать вот будем рады на них ответить ну конечно не забываем ставить лайки нам все-таки будет приятно спасибо до свидания в этом мире столько всякого легко себя потерять спасибо за субтитры Алексею Дубровскому спасибо за субтитры Алексею Дубровскому